Это стало глобальным, этот продукт стал глобальным. Как влиять на коммерциализацию, вывод, массовое производство, наличие подготовленной территории в регионе. Сегодня мы говорим все равно о площадках, которые каждый регион развивает по-своему, используя все инструменты. И здесь, так как мы говорим о технологическом суримитете, важно, какие сегодня технологические направления развиваются, то есть в горизонте хотя бы 10-15 лет, какая нужна инновационная инфраструктура для достижения поставленной задачи, о которой мы говорили, например, на заседании и создании этих ста парков и МСП в том числе, мы никогда не определимся, пока не поймем, что у нас сегодня происходит в разработках. Я в связи с этим хочу передать слово Максиму Владимировичу, это директор направления исследовательских образовательных организаций компании «Инвентрус». «Инвентрус»? 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 «Спасибо, коллеги, добрый день!» «Прежде всего хочу поблагодарить организаторов и всех участников за сегодняшнюю встречу, за возможность обсудить такие достаточно острые актуальные вопросы. Я пропожу тему цифрализации в контексте развития инновационной инфраструктуры и должен сказать, что сегодня организации в основном инвестируют в области административные, производственные, мы видим прекрасные практики, которые уже реализованы. Но я хочу в своем выступлении сфокусироваться на такой фундаментальной области, которая до недавнего времени была немножко в стороне. Эта область неога. И она сегодня особенно важна и актуальна. Я здесь хотел бы, наверное, продолжить выступление Юрия в части создания глобальных продуктов, конкурентоспособных продуктов, которые не только отвечают сегодняшнему спросу, которые могли бы опережать время и создавать новые направления в экономике, область неога крайне важна, потому что любой продукт начинается с исследований и с опытоконструкторских разработок. И я хотел бы поделиться теми возможностями, которые сегодня существуют для того, чтобы повысить эффективность этих процессов. Дело в том, что для создания таких продуктов нам нужно удовлетворять два критерия, которые присущи любой инновационной разработке либо научного исследования. Это актуальность и научная новизна. Если мы актуальность еще как-то можем с вами померить и оценить с точки зрения спроса и сложившейся конъюнктуры, то с научной новизной сложнее. И для того, чтобы нам сверяться с мировыми знаниями и практиками, которые существуют, нам необходим, прежде всего, доступ к научно-технической информации. Я вот привожу схематично процесс НИОКР, как он выглядит, но я здесь в двух словах просто хотел бы сказать следующее, что у нас на каждом этапе процесса НИОКР, будь то выбор области исследования или постановка задачи, или уже тестирование промышленных образцов и их последующая сертификация, идет отсылка к научно-технической информации. Нам необходимо сверяться с актуальными научными публикациями, диссертациями, материалами конференций. И также при последующем патентовании оформлении интеллектуальной собственности нам необходим доступ к мировым патентам. Вот в вузах и крупных корпорациях, в их арендецентрах, в принципе, такая культура существует, и компетенции достаточно сильно развиты. Но если мы говорим про резиденты, про резидентов и про технопарки, то вот в малых технологических компаниях пока что такая культура еще не получила массового эффекта. И, наверное, во многом это обусловлено тем, что область достаточно сложная и часто непонятная бизнесу. Потому что, если говорить коротко о том, что сейчас в этой области происходит, то уровень научных знаний, количество научных знаний, количество информации растет в экспоненте. У нас за последние 25 лет было издано более 70% всей научной литературы когда-либо издаваемой. И то же самое приблизительно происходит с патентами. Вторая проблема, которая существует, это то, что сейчас десятки различных платформ, которые предоставляют доступ к патентным публикациям, в основном они международные. И вот в контексте сегодняшней реальности у нас главная проблема, которая существует в этой области, это то, что многие компании, преимущественно западные и крупные, вообще, в принципе, отрезали нас от мировых знаний. У нас нет официального доступа к таким базам, например, как Scopus, Google Science и так далее. И это проблема. Это проблема и для вузов, и для корпораций. И вот на такой технологический вызов, в принципе, сегодня есть и технологическое решение. Есть такая технология Asint, это технология сбора информации из открытых источников. И наша компания уже апробировала данную технологию и эффективно внедрила. Сейчас на нашей платформе представлено более 500 миллионов единиц научно-технической информации. И вот в контексте суверенитета мы сделали так, что данные хранятся на российском СОДе, таким образом мы менее зависимы от каких-либо внешних угроз. И я здесь должен сказать, что в целом при развитии таких систем, есть разные подходы. Некоторые люди по принципу пиратства, допустим, это однозначно не наш путь, я имею в виду путь в глобальном смысле, потому что нам необходимо обеспечивать устойчивые условия доступа к информации и соблюдением авторских прав пользователей. поэтому мы это условие сегодня соблюдаем благодаря данной технологии. Но сами по себе данные – это только половина ценностей, которые они сегодня представляют. На самом деле самое главное – это то, что можно с этими данными потом делать. какие взаимосвязи выстраивать и какую аналитику можно построить благодаря научным данным. В мире, особенно на Западе, последние 20 лет активно развивается такая область, это направление, которое представляет собой процесс сбора и интерпретации научных данных, научных взаимосвязей и сущностей. Какую ценность они сегодня представляют для технологических компаний, для корпораций, для вузов, для исследовательских центров? Это, прежде всего, прослеживаемость развития какой-либо технологии, это ориентация в последних мировых научных трендах, это возможности для проведения такой полноценной технологической конкурентной разведки. И также, в частности, на нашей платформе у нас представлено огромное количество различных аналитиков, как по профилям авторов, их цитируемости, что позволяет быстро находить наиболее релевантную научную информацию, решать вопросы поиска центров компетенций, также выстраивать кооперационные цепочки для того, чтобы сегодня находить авторов, которые обладали наиболее развитыми компетенциями для решения каких-то технологических задач. И я бы хотел, наверное, тоже присоединиться к Юлю в части культуры. Дело в том, что внедрение подобных технологий, оно требует такого системного подхода. С одной стороны, необходимо обеспечить инфраструктуру, с другой стороны, необходимо создать условия для того, чтобы всем этим начали пользоваться. И наша компания достаточно открыто идет и сотрудничает сегодня с различными индустриями и секторами. И я хотел бы предложить технопаркам и заинтересованным организациям именно тестовый доступ к платформе, можно совместно проводить платформу, посмотреть, как будут пользоваться инциденты, но и с нашей стороны обеспечить поддержку для того, чтобы обучить, как данным инструментом сегодня пользоваться. Привожу свои контакты на всякий случай. Я сегодня здесь и буду рад пообщаться. Спасибо. Максим, спасибо большое. Это действительно очень ценный опыт. И заметьте, на протяжении всей нашей панельной сессии, насколько множество нужно сделать инвестору для того, чтобы создать свой продукт. То есть практически сегодня и сейчас, мы уже закончили, каждый из спикеров рассказывает свой путь и свой этап. Вы представляете, сколько всего нужно инвестору, по-моему, производства своего продукта на определенной территории, иметь в своей голове и успевать это делать? А тем более еще, если я могу говорить правильно, Вадим сказал, что нужно создавать глобальные продукты, конкретно способные в мире, не только на территории. Но неокр – это как раз точка отсчета, которую начинаем для того, чтобы стать конкретно способным именно с этой позиции. И чтобы не искать такие продукты и быстрее его создавать, как бы вот у нас есть, соответственно, компания, которая позволяет сегодня выпускать, что вот это вот сегодня, есть уже наработки, с ними нужно работать, где-то дорабатывать, но быстрее выпускать свет. Потому что, опять же, это время наше все. Чем быстрее ты нащупал классный продукт, его запускаешь, работаешь в этой системе, поэтому чуть больше еще с вами расскажем, тем ты становишься тем самым глобальной компанией. Да, пожалуйста. Но сейчас мы уже начнем. Мы просто… Вх…